Доброго вечера мы из Украины. Всем привет, вы на канале Сергей Гончаренко. Сегодня мы смотрим на интересный смартфон, бюджетный или может быть даже ультрабюджетный iPhone 13. Вот такой вот. Да, это не совсем iPhone 13, это больше смартфон Realme, бюджетный смартфон Realme, который схож на iPhone 13. Своеобразный iPhone 13 от Realme. И помимо того, что здесь очень интересный и стильный внешний вид, у него еще невысокая цена, и еще есть некоторые интересные параметры, о которых мы поговорим в этом видеоролике. Так что, если вдруг вас заинтересовал данный недорогой бюджетный смартфон, усаживайтесь поудобнее, а мы более подробно смотрим на Realme C35. Ну а прежде чем мы начнем этот видеоролик, рекомендую подписаться на мой первый и второй канал в YouTube. Там очень много интересной и полезной информации. Плюс канал в Telegram, где я делюсь своим мнениями, новостями и предстоящими видеороликами. А также мы беседуем с вами, что вам больше интересно, что меньше интересно. И не забывайте, что к этому Telegram каналу подключен еще чат взаимопомощи, где такие люди, как мы с вами, общаются друг с другом, помогают решать те или иные вопросы, те или иные задачи, помогают с выбором, подбором устройств, гаджетов и смартфонов. Подписывайтесь, если тематика данного канала вам интересна. Ну а первое, на что мы посмотрим, это комплект поставки, и он здесь стандартный, как для смартфонов бюджетного уровня. Помимо самого смартфона вы найдете блок зарядного устройства. Это быстрое зарядное устройство с мощностью 18 Вт, Type-C кабель для зарядки, синхронизация с ПК и защитная пленка, которая будет установлена на экране смартфона. Никакого защитного чехла в комплекте нет. Ну а теперь давайте переходить к самому интересному. Это внешний вид, материалы и корпус. Смартфон внешне напоминает, конечно же, смартфоны от Apple. Это iPhone 12-13 линейки. Во-первых, внешне очень сильно напоминает. Во-вторых, это дизайн, это те же самые ровные рубленые грани. Выглядит неплохо, достаточно-таки хорошо, красиво. Многим понравится строгий, интересный, красивый смартфон. Плюс ко всему, выпускается он в двух расцветках. Вот это вот зеленый цвет, хотя я не скажу, что это идеально зеленый цвет. Он больше, не знаю, салатовый. Плюс ко всему, с множеством переливов в целом смотрится очень-очень хорошо в зависимости от того света, какой на него падает. Блики, все это выглядит очень-очень красиво. Ну и черный, черный, конечно же, это просто самый обычный стандартный классический цвет. И такой красоты там, конечно же, уже не будет. Ну, немного совсем не то. Плюс ко всему, из-за того, что это светлый смартфон, отпечатки пальцев на нем практически не видны и незаметны. А на черном это будет очень хорошо видно, и это будет работать как зеркало. Если же говорить по материалам корпуса, то это пластик. Ну, вполне логично, смартфон, во-первых, бюджетный, во-вторых, материалы также будут бюджетные. Задняя крышка это глянцевый пластик, и центральная рамка это как раз матовый пластик. Если говорить по сборке, смартфон собран добротно при сдавливании, скручивании, он не скрипит, нигде ничего не прогибается. Здесь у меня к нему вопросов никаких нет. Если же говорить по особенности самого корпуса, кнопка питания, она же совмещена сразу же с сканером отпечатков пальцев. Есть небольшое углубление, чтобы очень хорошо можно было прощупывать пальцами, и палец как раз ложится туда, куда нужно. Модуль камер сам по себе не выступает, точнее он выступает минимально, и любой защитный чехол сможет легко защитить и модуль камер, и сам дисплей. Если же говорить по поводу удобства использования, в руках смартфон может быть лежит и неплохо, но благодаря тому, что здесь ровные рубленые грани, то в руке он, конечно же, очень хорошо ощущается и немного впивается в ладонь. Здесь, конечно же, наверное, будет лучше использовать смартфон с чехлом, когда грани будут более приятные, более скругленные. Если говорить по поводу габаритов, то, опять-таки, это однозначно не маленький и не компактный смартфон. Вот, к примеру, сравним с Realme GT Neo 2, это среднестатистический смартфон 2021-2022 года. И, посмотрите, Realme C35, во-первых, выше, во-вторых, он даже немножко шире, ну и, в-третьих, если смотреть толщину, по толщине, ну я не скажу, что он намного толще, но все-таки немного толще в действительности. И если брать эти оба смартфона в руки, то однозначно более приятнее лежит Realme GT Neo 2, и это все из-за того, что здесь более скругленные, приятные грани. Возможно, он выглядит немного хуже, но, все это, конечно, субъективно, но по удобству использования без чехла, конечно же, Realme C35 будет немножко похуже. Хотя внешне, внешний вид, конечно же, неплохой, стильный, красивый. Порты и разъемы. На нижней грани расположен 3,5-миллиметровый джек, микрофон, Type-C, динамик. На правой грани кнопка питания, она же совмещена с канером отпечатка пальцев, хорошо прощупывается, есть небольшое углубление в корпусе, палец как раз ложится туда, куда нужно. Далее, грань чистая, пустая. На верхней грани, опять-таки, точно так же абсолютно чистая и пустая грань. И на левой грани расположен сим-латок, в котором можно установить одновременно и две сим-карты, и карту памяти microSD, что очень хорошо и удобно. Но никакой поливлагозащиты здесь нет, и на лотке под сим-карты резиной прокладки также нет. Поэтому защита от брызг и дождя, я думаю, здесь также не предусмотрена, не экспериментируйте. Ну и немного ниже, кнопки регулировки громкости. Дисплей. В смартфоне установлен IPS-дисплей с диканалью 6,6 дюймов, с разрешением Full HD+, и с частотой 60 Гц. Здесь все логично, смартфон бюджетный, и дисплей здесь, ну, отчасти бюджетный. Он, в принципе, здесь, можно сказать, даже неплохой, потому что и разрешение Full HD+. И сам по себе дисплей довольно-таки неплохой, как по цветопередаче, так и по углам обзора. Да, конечно же, при отклонении от прямого угла яркость все-таки немного будет теряться, зато нет сумасшедших инверсий по цветам, и дисплей, ну, относительно неплохо, как для бюджетного смартфона, откалиброван. Если зайти в настройки цветопередачи, вы видите, что здесь есть два режима, это автоматическая контрастность и повышенная контрастность. В режиме автоматической контрастности вы можете настраивать цветовую температуру, три заготовки, стандартный теплый, холодный, или же по палитре цветового устанавливать тот, который вам больше нравится. Ну, и повышенная контрастность, это более насыщенная контрастная картинка будет. Я чаще всего использую автоматическую контрастность, так дисплей выглядит довольно-таки неплохо. Если же говорить по параметрам яркости, ну, первое, что стоит сказать, это то, что все-таки это IPS дисплей, и для большинства случаев и задач этого будет более чем достаточно, но вот на улице при ярком солнце, возможно, хотелось бы немножко большего, потому что информация все еще считывается, но не совсем комфортно. Вот это вот параметры максимальной яркости на белом фоне, вот это вот все на темном фоне. И на темном и на белом фоне в довольно-таки ярком помещении, как на сейчас, выглядит достаточно неплохо. Ну, и напоминаю, что это IPS дисплей, соответственно, никакого шейного мерцания здесь нет, и никаких дополнительных неприятных влияний на глаза здесь также нет. Если посмотреть на рамки дисплея, то обратите внимание, боковые рамки, да, здесь небольшие, нижний подбородок, ну, относительно широковат, и небольшие, не толстые верхние рамки с каплевидным вырезом. Смотрится все это довольно-таки неплохо, вполне гармонично, и не забываем, что это все-таки бюджетный смартфон. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор от компании Unisoc, это Tiger T616. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу. Плюс ко всему, не в каждом приложении он еще определяется верно, но вот здесь определяется он как Unisoc, UMC9230, возможно, это кодовое название этого процессора. Плюс ко всему, в паре он работает с графическим ускорителем Mali-G57. Для того, чтобы понимать, что это за процессор по производительности, ну, во-первых, давайте посмотрим Antutu Benchmark, и в Antutu Benchmark смартфон набирает порядка 213-14 тысяч баллов, и максимальные баллы, которые он набирал, это приблизительно 220 тысяч баллов. С каким процессором это можно сравнить? Это можно сравнить с Helio G80, довольно-таки популярный, но уже достаточно старый процессор. Ну, или же более новый, Snapdragon 680, но 680 немного более производительный, он набирает уже 230-240, иногда даже 250 тысяч баллов в Antutu 9 версии. То есть там немножко он будет лучше по производительности. Но помимо всех бенчмарков, еще хорошо бы понять, настолько он быстро запускает приложения, бытовые приложения, бытовые задачи. Давайте выгружаем из памяти, почему-то AIDA64, ну, никак не хочет выгружаться. Ладно, не будем выгружать. Ничего больше в памяти нет? Нет. Давайте, Instagram. Instagram, ну, как вы видите, относительно быстро прогрузился. Лента новостей достаточно плавная, здесь вопросов нет. Главное, чтобы все успевало подгружаться и загружаться. Далее, YouTube. YouTube немножко медленнее, но все же достаточно быстро и скролл плавный. Тяжелый TikTok, точнее, Twitter, прошу прощения. И Twitter загрузился, во-первых, достаточно быстро, во-вторых, посмотрите на скролл. Скролл здесь довольно-таки плавный, что даже немножко странно, потому что, ну, плавный скролл даже не у всех флагманов есть. И TikTok. Ну, с TikTok проблем, я думаю, не будет, потому что, смотрите, быстро все переключается между видеороликами. Ну, давайте еще Play Market. Play Market у вопросов также нет. Загружается достаточно быстро, все прогружается и камера. Хотя небольшие фризы, как вы видите, при сворачивании приложения присутствуют. Так, ну и повторно, давайте повторно посмотрим, хватит ли 4-х гигабайт оперативной памяти. Аида в памяти держится. Инстаграм в памяти держится. YouTube в памяти держится. Twitter держится. И YouTube еще раз держится. Что еще у нас было? А, TikTok. И TikTok точно так же держится, не перезагружается. Соответственно, что? Можно сделать выводы, что смартфона будет достаточно для всех бытовых задач, для большинства бытовых задач. Интернет, серфинг в интернете, соцсети, мессенджеры, звонки, смс, просмотр видеороликов, прослушивание музыки, просмотра фильмов. Этого будет достаточно. Ну и помимо стандартных бытовых задач на этом смартфоне можно еще и поиграть. Поиграть и в тяжелые игры, такие как World of Tanks, PUBG Mobile, Need for Speed No Limits и даже Genshin Impact. Да, в большинстве случаев вам придется устанавливать либо средние, либо низкие настройки графики. И это, с одной стороны, вполне логично. Мы же не забываем, что это бюджетный смартфон. А с другой стороны, например, в те же самые танки можно играть уже на средних настройках графики. Но, правда, в такую тяжелую игрушку, как Genshin Impact, это только низкие настройки графики. И не всегда достаточно комфортный FPS там будет. Ну и помимо прочего, я еще сделал троттлинг-тест. И, как вы видите, по троттлингу здесь все очень хорошо. Троттлинг составляет менее 10% при 30 минутах постоянной непрерывной нагрузки, что довольно-таки хорошо. Это может означать только то, что при длительных нагрузках и играх смартфон троттлить не будет, FPS проседать не будет. И это означает то, что на данном смартфоне все-таки играть можно, даже длительно. Ну и нагрев при длительных играх у этого смартфона невысокий, порядка 40-42 градусов. В руках ощущается теплым. Программное обеспечение и Android. Смартфон на сейчас работает на 11-й версии Android. И версия интерфейса Realme – это Realme Go Edition. Что это означает? То, что 11-й версии Android в скором времени обновится до 12-й версии Android. А вот то, что это Realme Go Edition – это немного более упрощенная версия оболочки Realme UI. Здесь не будет некоторых интересных фишек и плюшек от основной оболочки Realme UI, но в целом она очень схожа и работает тоже довольно-таки неплохо. Плюс ко всему оптимизация, обновление – все это еще впереди. Ну а звонилка здесь используется от Google. И, естественно, записи разговоров здесь нет. По крайней мере, в Украине я смартфон использую, никакой записи разговоров нет. Если же вы используете в какой-либо другой стране, вполне вероятно, что запись разговоров может быть, но там она будет с предупреждением о том, что разговор будет записан. Ну и плюс ко всему, если говорить по поводу виброотклика, виброотклик при касании, он есть, он работает, но он старый и неприятный, нелинейный. Сеть и связь. Смартфон поддерживает все самораспространенные 3G, 4G, LTE частоты. Bluetooth здесь в версии 5.0, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц поддерживается, то есть двухстандартный. GPS, GLONASS, BYDO здесь есть и работает. Место положения определяют, можно сказать, достаточно точно и относительно быстро. Ну и плюс ко всему, NFC-модуль здесь есть, присутствует, и, соответственно, что? Бесконтактная оплата с помощью Google Pay и GP здесь есть и работает. Камера. В смартфоне установлено 3 модуля камеры. Основной на 50 Мп и 2 модуля по 2 Мп. Макро и портретный модуль. В итоге мы получаем 1 нормальный рабочий модуль камеры, 50 Мп, основной модуль. К сожалению, здесь нет широкоугольного модуля камеры, но потом вспоминаем, что это бюджетный смартфон, и все выглядит вполне логично. Из дополнительных возможностей в смартфоне есть портретный режим, ночная съемка, HDR, искусственный интеллект и фильтры. Некоторые примеры фотографий вы сейчас можете видеть у себя на экранах и в целом оценить качество съемки. А вот по видеозаписи здесь все максимально просто, просто потому что смартфон может записывать видео только в Full HD и только 30 кадров в секунду. Это максимальное разрешение, максимальная частота кадров, и стабилизации, к сожалению, при этом нет. Мер записи видео на смартфон Realme C35, основной модуль камеры Full HD 30 кадров в секунду, максимальное разрешение Full HD, максимальная частота кадров 30 кадров в секунду. Ну и естественно стабилизации здесь нет. Оценивайте качество записи видео, качество... Настолько картинка стабильна, ну и качество записи звука, но ветер здесь сильный. Ну и помимо основного модуля камеры здесь есть еще и фронтальная камера, разрешение которой составляет 8 Мп. С дополнительных возможностей здесь присутствует HDR и Retouch, и, к сожалению, портретного режима почему-то здесь и сейчас нет. Возможно, с обновлениями добавят, но портретный режим только на тыльную камеру, на фронтальную нет. Ну и по поводу видеозаписи, смартфон может записывать видео на фронтальную камеру, внимание, 720p 30 кадров в секунду, ну и естественно без стабилизации, что немного даже странно. Пример записи видео на смартфон Realme C35, и это фронтальная камера, максимальное разрешение HD до 720p, и максимальная частота кадров 30 кадров в секунду. Стабилизации также нет, но зато угол достаточно-таки широкий. Звук. Если говорить по поводу звука через внешний динамик, то внешний динамик у этого смартфона только один, находится на нижней грани. Давайте сейчас включу максимальную громкость. Это вот, кстати, одно из неудобств расположения кнопок громкости и кнопки питания на разных гранях. Неудобно при использовании, например, смартфона на подставке. В таком вот положении перекрываются кнопки регулировки громкости, в обратном положении перекрывается кнопка питания. При нажатии на кнопки громкости вполне вероятно срабатывание скриншота, то есть скриншота с зажатием двух кнопок. Но это нюансы, это привычка. Кто-то привыкает, кто-то нет, кому-то удобно, кому-то нет. Итак, максимальная громкость, аудиодорожка, слушаем звук. Это то, о чем я вот сейчас вам говорю. Немножко придавливаю смартфон и задеваю к ногте. Я надеюсь, вам было слышно и понятно, что динамик здесь один. Во-первых, он относительно громкий. Во-вторых, не сильно хорошо сбалансирован. То есть здесь преимущественно высокочастотные звуки издает этот динамик. И в целом, конечно же, да, звонок вы услышать-услышать, но вот послушать с удовольствием музыку через динамик этого смартфона или посмотреть какой-либо фильм не совсем будет, может быть, лучшей идеей. Ну и плюс ко всему напомню, что у этого смартфона присутствует 3,5-мм джек для подключения проводных наушников, что уже хорошо и удобно. Звук среднестатистический, как для смартфонов бюджетного сегмента. Автономность. В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч. Подводя в целом сейчас итоги, возможно, немного заранее, могу сказать, что здесь автономностью все неплохо. Возможно, не самые максимальные показатели или не рекордные, но в итоге, смотрите, вот разнообразная нагрузка. Смартфон был заряжен 19 часов назад, остаточный заряд 14%, дисплей при этом проработал 6 часов 39 минут. И еще один реальный пример. Смартфон был заряжен 21,5 часов назад, разряжен он до 12%, дисплей при этом проработал 6,5 часов. Ну и еще один интересный вариант. Смартфон был заряжен 22,5 часа назад, разряжен до 13%, при этом проработал 7 часов 6 минут. В итоге могу сказать, что данного смартфона будет достаточно на один день активного использования, но если постараться и экономить, возможно, до полутора дней он и дотянет. И при этом активность дисплея составит от 5 до 7 часов. Также в комплекте с смартфоном идет быстрое зарядное устройство с мощностью 18 Вт. И при этом смартфон за первые 30 минут заряжается на 31% и на 100% заряжается полностью с 0 до 100% за 1 час 45 минут. Безопасность и способы разблокировки. Смартфон можно разблокировать с помощью сканера отпечатка пальцев, находится на правой боковой грани в кнопке питания. Расположение удобное. Для правой руки палец ложится как раз туда, куда нужно. Смотрите, прикладываем палец, смартфон разблокирован, прикладываем палец, смартфон разблокирован и еще раз смартфон разблокирован. Здесь все отлично и хорошо. А теперь разблокировка по лицу. Пробуждаем, пробуждаем смартфон, смартфон разблокирован. И еще раз пробуждаем смартфон, разблокирован и еще раз пробуждаем смартфон, разблокирован. Как вы видите, по безопасности здесь все хорошо, способы разблокировки все работают отлично а теперь давайте поговорим по одному из самых интересных параметров это цена на сейчас на начало осени 2022 года версия по памяти смартфона 4 на 128 у нас в украине стоит примерно 200 долларов если покупать на алиэкспресс можно взять примерно за 170 долларов и это уже практически тот ценовой диапазон который есть у redmi note 11 и это в действительности сильный конкурент которые все-таки лучше по некоторым параметрам ну и не забываем о интересных же смартфонах этого же бренда real me это real me 8i и 9i ну и выводы что по выводам можно сказать это что это однозначно интересный смартфон который в первую очередь берет красивым внешним видом цветом и дизайном далее все также неплохо но но есть сильные конкуренты по характеристикам например тот же самый redmi note 11 но по характеристикам но не по внешнему виду и все-таки не забываем еще расскажу о real me 8i и 9i это отличные смартфоны по очень схожей цене ну и по данному видеоролику у меня в принципе все если это видео вам чем-то понравилось или было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой первый второй канал youtube телеграм-канал и чат взаимопомощи делитесь этим видеороликом с друзьями знакомым близкими ведь категория бюджетных смартфонов одна из самых популярных и этот видеоролик может быть интересен и полезен многим ну и всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч